Минобороны Кыргызстана решила проверить на выносливость своих контрактников. Для этого под Бишкеком были организованы специальные тактические игры. В течение четырех дней бойцы должны были продемонстрировать свои навыки офицерам Министерства обороны, которые, кстати, вместе с ними преодолевали горную местность. В военной игре бойцов разделили на две группы – на условных противников и военнослужащих. По сценарию отрицательную роль отдали спецназу, который должен был захватить город. Что из этого вышло, расскажут мои коллеги. Спецназу Министерства обороны, а они были в роли противников, поставили задачу совершить пеший марш из пункта постоянной дислокации в район проведения военной игры. Условные террористы действовали профессионально и учитывали нештатные ситуации. Головной дозор на квадроцикле прочесывает местность и потом даёт команду основным силам, что продвигаться можно вперёд. На пути следования отряду специального назначения предстояло обнаружить врага и отразить нападение. Через несколько минут уже у выхода из ущелья условные противники начали оказывать вооружённое сопротивление и пытались ликвидировать группу. На таких участках в ущельях вести бой крайне сложно. Враг может замаскироваться. Бойцы спецназа в течение шести часов ждали наступления и контролировали территорию. Затем, заметив врага, военнослужащие попытались их ликвидировать. Но сразу сделать это не удалось. Условные противники понесли потери, но им всё-таки удалось прорваться в сторону города. Никто из участников не знал, что им предстоит не только совершить марш, но и отразить внезапный огонь. Но самое сложное – это преодолеть многокилометровый участок. По тревоге были два подразделения подняты и получили задачу. Совершить марш на дистанцию разведывательного батальона на 40-50 километров, отряд специального назначения на 75 километров по горной местности. Как и положено, в таких нештатных ситуациях военнослужащие регулярно докладывают о том, кто какие позиции занял. В реальных боевых действиях весь личный состав, задействованный в ликвидации возможных террористов, должен быть всегда на чеку. Готовность к наблюдению. Приехал. Чем ближе приближались условные противники к городу, а их было более 20 человек, тем сложнее ставились задачи для бойцов. Командиры на месте принимали решения и давали команду, как действовать в той или иной ситуации. Сейчас условные противники с секретным документом на внедорожнике попытаются въехать в город и захватить заложника. Спецподразделение попытается их остановить. За четыре дня военной игры спецназ и военнослужащие допускали ошибки. Но для этого и проводят подобные мероприятия, чтобы в случае реальных действий любые угрозы со стороны противников могли среагировать оперативно, говорит командир отряда специального назначения. Они хорошо справились, но в реальности было бы много потерь, потому что это место, сами как видите, наиболее опасно и наиболее выгодно для засады. Но для того подразделения, который идет именно по такому ущелью, это очень мало шансов выйти с более меньшими потерями. На практике офицеры Министерства обороны увидели, насколько выносливы бойцы спецназа и солдаты, а также как они выполняют задачи с минимальными потерями. Ринат Шамсудинов, Азад Садабаев, Мукамбет Асанов, программа «Союзники. Кыргызстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова